Здравствуйте! С вами Екатерина Сапулацкая. В этом мастер-классе мы с вами будем декорировать бокалы. Что же нам с вами потребуется? Полимерная глина, жидкая пластика, также потребуется любая спиртовая жидкость для того, чтобы нам обезжирить наши бокалы. Соответственно, сами бокалы, контур по стеклу и керамике, полубусинки жемчуга беленькие, супер-клей для крепления наших элементов на бокале, также потребуется молд для изготовления листьев. Если у вас нет готового молда, можно будет молд изготовить самим, отпечатав на полимерной глине листок. И лезвие для нарезки нашей глины. Итак, приступаем к работе. Прежде чем приступить к лепке цветов, мы подготовим глину нужного оттенка. Берем большую часть розового цвета и совсем-совсем немного оттенка потемнее розовый цвет, 22 оттенок. После того, как нужные оттенки готовы, мы подготавливаем наши лепестки. В розочках у нас будет по три лепестка розовых и по три вежевых. Я покажу на примере одной розочки, но все остальные делаются по аналогии. Так. Берем самый тоненький лепесточек, который у нас получился. Из него делаем бутончик. Таким вот образом просто закручиваем его в рулетик, в такой, так скажем. Далее готовим второй лепесточек. Делаем блинчик. И вот этот бутончик заворачиваем сюда. Опять прикладываем, загибаем, делаем пакеты, изгибы волны. Дальше что, немножко розочку вот так можно покатать, прижимая пальчиками. И здесь мы хвостик срезаем. Все, розочка готова. И я сейчас покажу еще, как нужно подготовить бутоны. Тоже очень простой способ вам покажу. Бутонов нам нужно будет девять. Вот поэтому нарезаем нашу розовую пластинку на девять частей. И таким образом мы делаем бутончики. Эти наши заготовки. Расплющиваем в большой такой блин. Ну, так, как сказать, большой. Насколько позволит толщина глины. Вот. И заворачиваем в свиток такой. И откладываем немножечко остыть. И потом, каким образом мы делаем бутончики. Мы наши заготовки просто разрезаем на две части. Вот и получаются бутончики. Итак, цветы и бутоны у нас готовы. Сейчас я отправляю их запекаться. Запекать я буду при температуре, которую указывает производитель. Для глины Фима это 110 градусов. И запекать я буду 10 минут. Так как элемент у нас маленький, этого времени будет достаточно. Листья мы пока не делаем. Так как листья мы будем запекать прямо на бокалах. А эти элементы нам нужны будут уже запеченные. Поэтому сейчас запекаем розы и бутончики. Следующим этапом нашей работы является изготовление листочков. Мы берем глину немножко другого оттенка. И подготавливаем необходимое нам количество глины. Когда глина готова, нарезаем ее на части примерно одинаковые. Можно где-то больше, где-то меньше. В зависимости от того, какого размера у вас будут листочки. И мне для одного бокала нужно будет примерно 12-13 листочков. Значит я делаю 26 заготовки. Далее делаем сами листочки. Листочки делать очень просто. Берем молд. У меня вот такой вот он, акриловый, готовый. Я его обернула пищевой пленкой. Это нужно для того, чтобы глина не прилипала к нему. Далее берем кусочек глины, который мы приготовили. В один листочек. Катаем из него шарик. Потом делаем вот такую форму, похожую на листик. Такая сплющенная капелька получается. Вот таким образом. Что мы делаем дальше? Дальше прикладываем нашу заготовку на молд. Таким образом, чтобы центральная часть рисунка молда проходила по центральной части нашего листочка. И прижимаем пальчиком. Прижимаем, потом снимаем. Отпечаток хорошо отпечатывается и листочек легко снимается с молд. И дальше уже делаем окончательное формирование листочка. То есть здесь можно заузить, здесь, например, как-то края поднять. И откладываем. Все последующие листочки делаем точно так же. Когда листочки наши готовы, мы их оставляем пока лежат в сыром виде, мы их не запекаем и подготавливаем наш бокал. Как мы его подготавливаем? Любой спиртовой жидкостью мы протираем поверхность нашего бокала, где у нас будут наноситься декор. В данном случае мы пока будем делать верхнюю часть бокала, поэтому обрабатываем пока только ее. Когда будем расписывать ножку, то ножку тоже будем протирать. Даем бокал высохнуть и начнем его декорировать. Значит, розы у нас уже запеченные. Розы мы будем приклеивать на суперклей. А листочки будем приклеивать на жидкую пластику прикладывать. И потом всю композицию единую мы будем запекать. Берем суперклей-гель и для начала наносим наши розы. Приклеим примерный рисунок, который у нас будет, чтобы от него уже потом отталкиваться в дальнейшем декоре. Выжимаю чуть-чуть клея геля и прикладываю на наш бокал. Нужно немножко подержать, чтобы клей схватился и цветочек приклеился. Далее приделаю второй цветочек. Так, розы у меня уже приклеены. Сейчас буду приклеивать листочки. Беру жидкую пластику. Выбираю листочек. Например, если мы изнутри начинаем работать, то здесь будет листочек небольшой. Наношу жидкую пластику. Можно на сам бокал наносить. Можно на листочек. Кому как удобнее. Прикладываю листочек и аккуратно прижимаю. Чтобы он плотно находился на бокале, закрепился. Дальше продолжаю прикреплять листочки. Прикладываю листочки. Прикладываю листочки. Прикладываю листочки. Далее аналогичным образом прикрепляем все листочки, которые мы хотели бы видеть на нашем бокале. Когда основные элементы декора у нас прикреплены на бокал, мы отправляем бокал запекаться. Когда элементы запеклись на бокале, мы продолжаем его декорировать, так как у нас еще не все элементы в бокал приделаны. Сейчас снова отправляем бокал запекаться минут на 5. Нам главное, чтобы у нас хватилась жидкая пластика. И потом будем наносить конечный элемент декора на нож. Сейчас мы последний раз отправляем бокал запекаться. Запекать мы уже будем его стоя, для того, чтобы у нас наши элементы не сместились при запекании. И точно так же декорируем второй бокал. Следующим этапом нашей работы это будет роспись бокала. Роспись мы с вами будем делать контуром по стеклу и керамике. Роспись мы будем наносить в несколько этапов. Потому что для того, чтобы расписать, например, ножку бокала, нам нужно, чтобы верхняя часть бокала уже высохла. Работу мы начнем с верхней части нашего бокала. Итак, открываем контур и начинаем наносить простой рисунок. Такими короткими, касающимися движениями. Рисунок у нас будет в форме заведушек, поэтому таким образом мы и делаем наши рисунки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, я расписала бокал и вот что получилось. Ну что ж, последним штрихом в декорировании наших бокалов это будет приклеивание полубусинок. Места приклеивания вы выбираете сами, на ваш взгляд, где вы думаете, что бусинки будут смотреться более удачно. На этом работа над нашими бокалами можно считать закончена. Осталось только их сфотографировать. Успехов! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!